А мы сейчас куда после этого еще едем? Поступает информация о многочисленных незначительных повреждениях наземных построек в результате ударной волны. В первую очередь речь идет о выбитых окнах и дверных инструкциях. Есть данные о пострадавших по состоянию на 16.30 местного времени. Это 571 пострадавшие, обратившиеся за медицинской помощью. Из них 35 человек госпитализировано. В основном телесные повреждения от битых стекол и дверными и рамными конструкциями ударяло людей. Сообщение о гибели людей не поступало. Я понимаю, речь не идет о каких-то глобальных критических разрушениях. Нигде не случилось долговременных сбоев функционирования систем жизнеобеспечения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и так далее. Кое-где сработала предусмотренная автоматическая защита и оперативно был произведен перезапуск этих систем. Однако много выбито стекол, особенно на объектах социальной важности, в жилом фонде. Сейчас важно, чтобы люди получили необходимую помощь в восстановлении жилищ, чтобы сохранить тепло, не допустить выхода из строя системы отопления. Также нужно, чтобы люди получили при необходимости психологическую поддержку. Прошу всех обратить на это внимание. Радиационная обстановка на территории Челябинской области остается в норме. Никаких сдвигов нет. Граждане же понимают, что это настолько редкое явление, что повторится такое, может быть, через тысячи лет, может быть, через миллион лет над городом Челябинском. Поэтому сейчас задача просто застеклиться, посмотреть, где какие трещины в зданиях сооружений и как эти последствия ликвидировать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.